В Риге Алексей Булдаков в Алтайском крае, а познакомились они на Дальнем Востоке, на борту теплохода, следовавшего в Японию и Корею. И хоть кинематографическая судьба их вместе не свела, помогли дружбе совместные концерты и страсть к рыбалке. И Ивар, и Алексей в детстве мечтали о серьезных профессиях. Ивар с 14 лет трудился в автомастерских, а Алексей пропадал в кружке авиамоделирования. Но один и второй кратко бегали в кино и представляли свои имена на киноафишах. Я там в авиамодельном кружке строил планеры, кордовые модели, ну и так далее. Но при этом я безумно любил кино. Наверное, вот это меня и изгубило. Недаром говорят, в семье не без урода. Один и другой любимцы женщин. Ивар после фильма «Театр и зимние лишние», Алексей после музыкального клипа с Ларисой Долиной и фильмов «Особенности национальной рыбалки и охоты». Я обожаю женщинам. Ивар тоже любит ее. Да, моя дочь. Обожаю женщин. Но меня женщины ставят в безусловный тупик своей логикой. Вернее, ее отсутствие. Муж и женой идут по улице, на чем-то беседуют. Потом наступила естественная пауза. После паузы говорит «Кожа, ты знаешь, что я сейчас подумала? Ну, вот если б не ты, мы бы были идеальной парой». Женские откровения на вечере не заставили себя ждать. Белорусская певица Анжелика Агурбаш призналась своей детской любви. Ивана, расскажите, пожалуйста, в какой год он снимался фильм, театр. Мне было 8 лет. А вот стихо для вас были. Между тем, латвийские юбиляры, в отличие от юбиляра российского, хоть и был настроен на романтический лад с нами и зрителями, захотел поговорить на более философские темы о том, к чему пришел в СВЕ-65. Все надо делать с радостью, делать то, что ты хочешь. Надо украсить этот мир. Он несовершенен, но он никогда не станет идеальным. Я вам должен сказать только одно. Не так долго живем, чтобы относиться друг к другу отрицательно. Думаю, что нам вместе есть возможность попребывать на этом шарике по фамилии Земля в добре и в соучастии. Ирина Нежина, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Наш информационный выпуск заканчивается. Нам осталось познакомить вас с тем, что мы не знаем.